Книга «Открытым оком». Тема «Святая Библия». Вопрос 913. «Почему в Ветхом Завете можно было праведнику Давиду так зверски убивать? Но было же и возлюбить ближнего своего?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На многие «почему» ответ не был получен ни в Ветхом Завете, ни в Новом, а был открыт, а будет открыт, быть может только в Вечности. Вопрос решался чисто по-сталински. Нет человека – нет проблемы. Никто никого не уговаривал, не убеждал, не агитировал. Заповедь «Любие ближнего» требует очень большого напряжения для своего исполнения. Такого закона нет в природе у птиц. Ни у птиц, ни у зверей, ни у рыб, ни у насекомых. Всюду действует закон выживания. Право сильнейшего, и это всюду, и даже в растительном мире. Заповедь же «Возлюбить врага» есть извращение нормального поступательного движения развития мира в природе. Человек – частица этого мира. И только тогда, когда дух вспоминает о своем родстве с Богом, перерождается в его образ, тогда он соприкасается с этой заповедью. Притом слово «Возлюби» имеет очень одностороннее значение. Сделай его подобным себе. Римляна 12.20 Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Сирахова 6.17 «Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его». Сирахова 27.9 «Птицы слетаются к подобным себе, и истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней». И сколько бы мы ни говорили о любви к врагам, и о любви именно в тот момент, когда они открыто враждуют против нас, выполнить это повеление невозможно без насилия над самим собой. Это вершина преображения духа в фаворском свете Христа. В этом мы делаемся чадами света. Книга. Евангелие от Луки 23.34 Иисус же говорил. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий». Стихотворение. «Довольным быть, какое это благо, Приобретение на пустой желудок, Некупленное мужество, Отвага в любое время уходящих суток. Мой рост, мое обличие не спасует В знакомствах, на работе и в быту. Приемлю все, ничем не комплексую, И не завидую ни льву, и ни быку. Здоровья моего вполне хватает Прославить Искупителя тот час. Я не скажу, что жизнь моя, святая, Могло быть хуже для меня, для вас. Другие посягнули на иное, И не принадлежащее никак. Пример мне иув, Пепелище с гноем, И через день в сухую натощак. Всегда передо мною, Перед потерпевшей, В расколотом оскалы корабле, На костылях с поклажей только пеший, Не претендуй на звание королей. Я не достоин слабого дыхания, А горсть муки мне щедрая подача. По милости ложусь возле лохани, Считая все задоровое, Задаровое счастье. За все благодарю, сжимая зубы, Распаханную спину распрямив, Огонь и воду, Оркестрантов трубы, Пороги, водопады, устремнин. На эту землю, в жизнь, командировку, Господь послал на испытание срок, Считая внешнее, неважно, Упаковкой, Все сейфы золотом, Железный гроб. Благодарю, насыщенный довольством, Ненасытимо к Библии припар, Руковожу, что есть своим посольством, Без ропота уйти, Не во грехах. 2002 год. Игнатий Тихноч-Лапкин.